Весну красну Осталось подождать совсем немного И все в деревеньке расцветет И опять будем вдыхать Неповторимые запахи сирени И иван-чая Весна идет, весне дорогу Экзотические птицы Отлично чувствуют себя на Могилевщине И ждут в гости Гусь за все-таки был символом мужской силы Тому в господару за все-таки достается пуп Деревенька праздновала гусиное свято 18-20 по длине и диаметре 4 До 4 Это идеально Первые Там они дольше растут и побольше Но это уже в мае месяце А сейчас это самый стандартный огурец Деревенька приценивается к первым огурчикам нового сезона Новая площадка по выращиванию цыплят-бройлеров Лежневка-2 появилась в Могилевском районе Это позволит предприятию «Серволюкс» Стать лидером по производству мяса птицы в республике Ну а деревенька только за В птичнике при любой погоде не меньше 30 тепла Энергопотребление огромное Главное уметь рационально подходить к решению этой задачи За 10 лет на «Серволюксе» в разы уменьшили потребление электричества, воды, тепловой энергии Губернатор Могилёвщины Пётр Рудник не случайно лично принимает участие в открытии нового птичника Экономика области остро нуждается в подобных подходах к ведению бизнеса Это практически, что мы имеем сегодня у «Серволюкс Агро» Это новая птицефабрика Поэтому для экономики области это 250 новых рабочих мест Заработной платой за январь месяц 6,6 миллиона рублей Это сегодня условия труда, несравнимы с теми, где мы имеем Это новые технологии, которые сегодня пришли даже на смену «Лежнюки-1» Понятно, что это стоит немалых усилий Приходится подстраиваться под потребителя, говорят на «Серволюксе» Требует партии зеленых в Европе, чтобы цыплята растили в условиях напольного содержания «Серволюксе» готовы соответствовать Хотя, говорят, в птицеводстве это не самый передовой метод Клеточное оборудование выпускается в Европе И при этом они жестко регламентируют его использование у себя И пытаются каким-то образом нам объяснить, что этого делать не надо Хотя финансово и экономический результат гораздо лучше Качество птицы гораздо лучше И с клеткой просто намного сложнее работать И пройдя через различные этапы, можно сказать, что на клетке работают только высокопрофессиональные специалисты И уровень подготовки кадров должен быть на порядок выше, чем по работе на полу У нас это получается Деревеньки рассказали, что при клеточном содержании можно выращивать на 10% цыплят больше, чем раньше В результате растет экономия и увеличивается выработка наработника Но к этому шли тернистым путем пробы ошибок Когда в 2009 году построили клетку, это было опытное И действительно там был ряд недостатков от производителя Мы на опыте эти недостатки с техническими специалистами главного офиса С эксплуатационными специалистами доработали И специалисты и производители германские ушли эти недостатки На Лежневке-2 планируют получать до 18 тысяч тонн мяса птицы В целом по предприятию это 70 тысяч ежегодно Больше в республике пока не производит никто Таких проектов, конечно, нам в разных областях нужно как можно больше Особенно, что касается сельского хозяйства Придорожный туристический объект Страусовая Раньше, что в Могилевском районе, Пучаускому шоссе набирает популярность Приезжают сюда из разных уголков Беларуси Вот и на праздник Масленицы ребятня веселилась от души Здравствуйте, ребята! Прежде чем попасть на ферму к страусам Испытания конкурсами и играми Сначала дети делятся на команды и на скорость создают рисунок на тему весны Мы рисуем картинки, напоминающие Масленицы Ну хоть что-то Устали? Нужно подкрепиться блинами Как-никак, Масленица Дальше по программе Катание на лошадке и обязательно в шляпе из страуса Ну и что, что великовато И, наконец-то, поход к экзотическим птицам Здрасте! Ничего себе страусы! Впечатлений множество и не только у тех, кто впервые увидел этих больших африканских птиц Но и у тех, кто встречался с ними раньше Ну потому что здесь очень много страусов А в Минске этот зоопарк там почти один страус А здесь их очень много Один класс школьников уезжает, другой приезжает И так с утра и до конца рабочего дня Очередь на посещение ранчо расписана на две недели вперед Есть желающие и заказывают с России даже Здесь же популярна тем, что и страусиная продукция Очень здесь приготовление блюд страусиной продукции И вот эта вот программа посещения фермы страусиной А кроме этого ранчо страуса в Пучаускому шоссе Организована еще экскурсия в Климовичский район На крупнейшую в области фермы Где разводят и выращивают Уже можно считать не экзотическую, а вполне привычную для нас птицу А вот деревенька Белая Дуброва Костяковичского района Другими птицами славится гусями Есть подворья, где и по 50 птиц держат Не случайно именно в Белой Дуброве каждый год Проходит необыкновенный праздник Гусиное свято Сегодня в Белой Дуброве многолюдно Праздник в честь главной местной знаменитости В самом разгаре Сейчас у нас как раз уже гуси начали нестись Вот мы уже скоро будем уже новый приплод Держим гуси обязательно, конечно Самое вкусное мясо, оно замечательное просто на вкус А чтобы стать настоящей хозяйкой, опыт нужно перенимать И желательно с детства Белодубровецкая детвора с гусями знакома Не по книжкам и картинкам Птушки разумные Их штук 50 Иные лучшие Баба держит Маме помогают Держим гусей Делаем перины, подушки Местные шутят Гуси как собаки Даже дом стерегут И на праздники они полноправные участники Показывают силу и скорость гусиных забегов И дружно подпевают местным артистам Гуси здесь разводят очень давно Раньше вспоминают хозяйки и по 50 штук держали Проводили здесь гусиную ярмарку Съезжались в Белую Дуброву гости со всей Могилевской губернии И сейчас остались традиционные блины, уха И обязательно деление птицы И каждому кусочек по статусу А вот эта шейка Яна вельми смачная Гусь за все-таки был символом мужской силы Тому господару за все-таки достается пуп В Белой Дуброве этим птицам привольно А ранняя весна уже позволяет выгонять гусей на воду В реки Бесить и Деряжню А местные жители говорят, что планируют и дальше Разводить эту домашнюю птицу Ведь это не только мясо, яйца и пух Но и местный символ, гордость всей Белой Дубровы Весна такое время, когда даже самый ленивый задумается Не посадить ли что-нибудь, не вырастить ли Не сомневайтесь, все обязательно получится Особенно если воспользуетесь советами лунного календаря Пятого марта, среда Посев огурцов, томатов, баклажанов, капусты и шпината Шестого марта, четверг Посев цветов на рассаду для открытого грунта Седьмого марта, пятница Запрещена пересадка растений Посев зелени Восьмого марта, суббота Рыхление почвы, заготовка сосновых почек Девятого марта, воскресенье Посев трав для салата, вьющихся цветов, фасоли Десятого марта, понедельник Запрещена пересадка комнатных растений Подкормка растений Одиннадцатого марта, вторник Посев любых растений Посев и пикировка любых цветов Общая народная радость весна И границу между весной и зимой Деревенька отметила масленицей Масленичная неделя по традиции накормила нас блинами И, кажется, еще больше разохотила В ожидании солнца и самого настоящего тепла Угощаемся блинами вместе с жителями Агрогородка Горы Горецкого района В своей хате Александра Кирилловна Краминкина Проводит для гостей мастер-класс по выпечке блинов Чтобы хороший блин спеть Надо яички разбить, муки насыпать, молочка налить, сахар насыпать, соли, соды И чтобы было хорошее настроение праздничное Ну, это так Пока огонь горит в печке, хозяйка делает тесто для блинов Вот теперь так раскладываем, чтобы блины удались хорошо Чтобы были пышные, хорошие, красивые Александра Кирилловна печет блины, которые являются редкостью в наше время даже в деревеньке Это я наливаю блин, значит, вот Это уже такие будут блины у меня Вот, становлю печь блины Опять же, на жарах становлю, чтобы он еще подошел плохо Сельские хозяйки тоже ценят цивилизацию И часто, как горожанки, пекут оладьи и блины на плите Так, конечно, быстрее и проще Ага, готов Но настоящие блины из печки, толстые и желтые, как солнышко Это красиво О, хороший блинок И можете поверить, это необыкновенно вкусно Ой, смашенным пахнет Говорят, что на масленицу каждый человек должен попробовать хотя бы один блинок На счастье Такая стародавняя традиция Езжать и печи такие толстые, езжать и тоненькие, пякуть блинчики Мыкаюте маселца, сахарком посыпаете, пяст становится А тогда достаете, песенки пяюсь Ой, блины, блины, блины Вы, блиночки мои Сельский центр фольклора и народного творчества Агрогородка Горы Горецкого района Во главе с директором Людмилой Шакуновой С удовольствием проводят весенний праздник на масленицу Где блины – главное блюдо на праздничном столе Это блины, которые выпекаются с допомогой соды И такие пульхные, румяные А вот это тонкие такие блинчики У народа их называют блинцы У нашей местности их называют блинцы А вот это блины с сокретом Обовязково повинно быть на масленицу Блины с сокретом Там нечто есть А когда везет, что там есть Обовязково этот реп блин изъесте Масленицу любят все За первое весеннее пробуждение природы И, конечно, за вкусные блины Ну, конечно, радость Пробуждение природы Всего нового Жадание чего-то светлого Конечно, это большая радость Я думаю, нема такого мужчины, чтобы не любил блина Особенно со скварочкой Под чарочку Но блины можно есть круглый год И получать удовольствие от жизни Мира всем хочется пожидать Синего блакитного неба Доброго настрою Поспеху творчих Потому что масленица Это сопроводится Удовное весновое солнечное свято И как бы таким был кожаный день Хлеб да соль вам, хозяева и хозяйки А нам пора Весна, у деревеньки много дел Везде успеете, конечно, обо всем вам рассказать Мира, счастья вам и добра А неделя, она пролетит незаметно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok